Шукадео Госвами сейчас расскажет о Раджи Парикшиту во всех деталях, о пути, которые приходится пройти преданному совершенному йогу, на выходе из материального мира. Шукадео Госвами говорит Парикшиту, о доблестный Марач Парикшит, знай же, что мои ответы на твои разумные вопросы согласуются с учением Вет и являются вечной истиной. Господь Кришна сам поведал об этом Брахме, довольный его служением. У Шилы Парикшита Махараджа нет данного воплощения очень долгого времени для практики йоги. И тем не менее, он с великим вниманием и сосредоточенностью слушает то, что ему рассказывает его гуру, поскольку гуру считает, что это очень важно. Итак, они вместе внимательно просматривают весь путь, который проходит мистики на выходе из материального мира. Вот царь, рассказывает Шукадео Госвами, когда мистик, посветящийся с ушумней, проходит в молечный путь и достигает высшей планеты Брахмалоки, он сначала попадает на Вайшванару, планету Бога Огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, личностью Бога. Шишумара – это ось, вокруг которой вращается вся Вселенная, ее называют пупком Гарбхо Дакаша и Вишну. И только Йог может выйти за пределы круга Шишумары и достичь планеты Махарлоки. На этой планете чистые святые, которые помогают всем живым существам в этом мире, в любых религиях достигать совершенства, собираются на курсы повышения, квалификации, наверное, так будет правильно объяснить, они собираются туда, на Махарлоку время от времени, чтобы обмениваться опытом, чтобы решить, кому из них идти, на какую планету, какую общину, в какое время, какую религию, доктрины, какой религии преподавать, в чем именно нуждается Господь Шри Кришна, как Он их увидит в этой Вселенной, в какое-то время они занимаются изучением шестр всех религий, медитацией, чтобы постичь желание Господа, потом опять нисходят на более низкие планеты, чтобы нести людям духовные знания в согласии с их потребностями, их квалификацией. Итак, этой планете, продолжает Шукаде Вагаслами, проклоняются даже святые, достигшие трансцендентного уровня. Во время окончательного уничтожения Вселенной, в конце жизни Брахмы, из уст Ананта Шеши вырывается пламя, йог видит, как все планеты Вселенной сгорают в этом пламени, Великие Чистые Души переправляются на Сатя-Локу, даже Махар-Лока поглощается языками этого ужасающего космического пожара. На Сатя-Локе нет ни старости, ни скорби, ни смерти, ее обитатели не знают, что такое страдание, и потому ничто не омрачает их жизнь, если не считать того, что временами сознание заставляет их испытывать сострадание к тем, кому неизвестно о преданном служении и кто испытывает невыносимые страдания в материальном мире. Попав на Сатя-Локу, преданный йог обретает особую способность без страха входить в тонком теле в субстанции, состоящие из элементов, которые образуют грубое тело, одну за другой. Он проходит из оболочки, состоящей из земли, воды, огня, света, воздуха, пока, наконец, не достигнет эфирной оболочки. Таким образом, преданный избавляется от тонких объектов чувств и, наконец, от органов чувств. Виновав грубые и тонкие оболочки, преданный входит в сферу эго. На этой стадии он нейтрализует влияние материальных гун природы невежества и страсти и обретает эго в благости. Затем эго он погружает в махататтву и, переходя на уровень вишутха, саттвы достигает чистого самоосознания. Только на этой стадии самоосознание достигает своего апогея. Только чистившаяся душа комментирует Шилашу Кадева Госвами, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности. Такой преданный юг больше никогда не возвращается в материальный мир. Человек нашу Кадева Госвами суммирует все это длинное описание юргического процесса выхода из материальной вселенной совершенно потрясающими стихами. Для тех, кто блуждает в материальной вселенной, нет лучшего метода освобождения, чем преданное служение Господа Вишну. Личность Бога Шри Кришна находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать к помощи разума. Поэтому мы слышим сейчас самый удивительный стих. Поэтому, о царь, так важно, чтобы каждый человек всегда и везде слушал повествования о Верховном Господе, личности Бога, прославлял его и думал о нем. Неважно, на какой стадии своего духовного роста человек находится, какой планеты, какой степени очищения достиг человек, он всегда должен заниматься прославлением личности Бога Шри Кадева Госвами. Те, кто убивается нектарным посланием Господа Кришны, возлюбленного преданных, освобождаются от порочных представлений о том, что целью жизни является материальное наслаждение и возвращаются к Богу, к его велотосным стопам. Итак, Парикшит Махарач получает заверение своего гуру в том, что он обязательно вернется к лотосным стопам Господа. Глава о юге закончена. Парикшит Махарач, прошу ее, сдал экзамен, сначала задав вопросы, внимательно выслушав своего гуру, а потом получил от него заверение в том, что он обязательно вернется к лотосным стопам Верховного Господа. Продолжение следует...